Вот, на камере, да, слава Богу. Да, ты выспавшийся. Да, да, слава Богу. Да, аллилуйя. Слава Иисусу Христу. На вики слава Богу. На вики слава Богу Святому. Да, так что так, братья, сестры. Сейчас братья переделутся, значит, облачатся. Или разоблачатся там. И продолжим, слава Богу. Вот, и я как раз говорю о том, что этот стих, он действительно... Почему я так сделал такую паузу, знаете ли, в рассуждении, в чтении слова. Потому что, и так вот рассуждая подробно. Потому что, действительно, знаете ли, друзья, Христос, Бог, Дух Святой, Святая Троица, мы говорим, да, значит. Сам Бог живой, Он облагодатствовал нас возлюбленным. Наш Небесный Отец, любящий, благодатью нас спас. И Он облагодатствовал нас возлюбленным, Господи Иисусе Христе. Вот так, слава Богу. Так что, друзья, благоставляю вас. И знаем, что из Слова Божьего, что Он, Бог, облагодатствовал нас возлюбленным. В своем, да. Ну и нашим возлюбленным, да. В ком? В Иисусе Христе. В Иисусе Христе. В котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его. В нем, в Иисусе Христе, то есть, да, имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его. О, дальше, ну, вообще чудесное слово, не правда ли, да. В Иисусе Христе. Иисусе Христе. Иисусе Христе. Отец Славы дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его. И просветил очи сердца вашего. Дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для святых. И как безмерно величие могущества Его в нас верующих по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную себя на небесах, превыше всякого начальства и власти и силы и господства. Проходите. Да, будь ласка. Проходите. Слава Христу. Слава Христу. Слава Христу. Аллилуйя. Аллилуйя. Правильно. Правильно. Все верно. Чисто у меня все есть? Да. Да. А то сегодня утром тоже выходил в эфир, и сестра написала сообщение помолиться за бабушку. Ей 77 лет. Я говорю, вот Господь Моисей призвал только 80 лет к служению. Так что обновляется юность. 50 лет в запасе есть. Да, да, да. Слава Богу. А у меня для таких пожилых, я еще молодой, слава Богу, есть слово. Да, да, да. А 89 и Псалом можно? Можно? Это новый заповедник, а тут Псалтеря нет. А я сейчас открою. Там где написано, там и лет там 80, там 70, при большей крепости 80 и так далее. Да, да, да. Кстати, многие ссылаются на это. Да, да. Вот. Так. 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 Здесь, значит, вообще пред очами твоими тысячи лет, как день вчерашний. Вот так вот даже. Так. А какой то здесь? А вот, дни, а, да. Дни лет наших, а перед тем написано, что во гневе, значит, дни прошли. Да, да. Мы теряем лето, как звук наше написано. Дни лет наших 70 лет, а при большей крепости 80 лет. И самая лучшая пора их труд и болезнь. Ибо проходят быстро и мы летим. Ага. Вот так вот он говорит, да? Ага. Так, а дальше? Ага. Можно прокомментировать? Да. Сказать? Конечно, конечно. В первую очередь на эту тему, что Бог сказал, да? Ну да, да. Конечно. Я по памяти. Так. Бог сказал, что не вечную духу моему будь попираемо людьми. Аминь. Нехай дни в них будет 120 лет. Да. От и приймите это 120 лет. Ага. Что тут имеется на увазе? Ага. На увазе, что тут имеется? До этого прочитайте. Ага. Что дни их пройшли в огнивие. В огнивие. В огнивие. Да, да, да. Бог просто гнивается. Если кто-то гнивается, который имеет владу, тогда человек напружен, и она вот. Вот тогда 70, при большей крепости 80. А если мы осознаем, что Бог нас любит, так не 70 и не 80, а 120. 78 это не долголетие. 90-й псалом. Довготую дни. Напомню, и явлю им спасение свое. Довготую дни. Довгота дни это 120 лет. Это за 100 лет. А не 70-80. Так что настраивайтесь на это. Слава Богу. Это как в еврейском общении был здесь, значит. И один тоже там, ну, Мазартов, значит. Пожелания были. Ну, как обычно по-еврейски. 120 лет, короче. А другой брат, значит, сказал, вот. А я, вот, все-таки прошу, вот. Хочу прожить 119 лет. Так, ну, посидели. А почему, брат? Чтобы на похоронах сказали, безвременно покинул нас. Скоропостижно. Скоропостижно и безвременно, да. Раньше времени, да. Да, но, если серьезно, то действительно, да. Господь определил нам жизнь. Насыщение долготой дней жизни нашей. Слава Богу. Слава Христу. Да. И, братья, я вот озаглавил, как раз, уже, пока вас не было, да. Благодатью я спасен. И вот, значит, даже поместилось два имени. Надо третий потом будет написать еще. Диакон Максим. Аллилуйя. Диакон Максим, протерий наш, значит, Алексей. И я ваш покорный слуга. Сегодня в студии. Владыка, вы читали как раз... Ефесянам. Ефесянам. Первую главу. Первую главу. И вот, что там написано таке, что просто, ну, с ног сбивается. Я даже не комментировал, некоторые стихи просто по два раза перечитывал, чтобы, действительно, ну, проникнуться всем этим. Угу. Угу. Я хотел... Поэтому, если кто из тех, кто подключается сейчас, да, если у вас есть с собой сейчас перед вами Библия, да, или на ваших телефонах, или так вот в печатном таком классическом варианте, то откройте Ефесянам Новый Завет, откройте, и послание Ефесянам первую главу. Ага. Вот. Особенно там я вот как раз это сегодня тоже перечитывал, акцентировал внимание на шестом стихе. Шестой стих, там, что Бог нас облагодатствовал нас возлюбленным вообще. Потому что обычно это, ну, для православного даже человека, да, это обычно ассоциируется, ну, с Богородицей, с Марией, Матерью Иисуса Христа. Потому что благодатная, радуется благодатная Господь с тобою, как бы, и вот, значит, и как бы благодати полная, или благодатная. И поэтому, как бы, ассоциация такая, что это, значит, ну, ее только, вот Марию Бог облагодатствовал, и все. А вот в первом этом разделе, там, да, в первой главе этой, как раз в шестом стихе говорится, что не только Марию, да, имеется в виду, а вообще всех верующих, и нас с вами, да, вот, и наших зрителей, если кто уже, или смотрит потом в записи, потом, вот, вот, кто принял Христа, как спасителя своего, Бог уже облагодатствовал в возлюбленном, то есть мы тоже благодатные, да, в возлюбленном, в Иисусе Христе. Вот так вот. Да, прочитайте, да. Да, да, а я вот таки заходил, и чу, как вы, да, уже не шестой, а вы там, шестнадцатый, молитва есть одна молитва. Да, молитва потрясающая, конечно. Вот, и вот, я хотел на цей, просто, народу Божьему радоваться. Аллилуйя. В имя Иисуса Христа. Вот смотрите, что тут написано, вот поверьте всем сердцем, что тут написано. Апостол Павел пишет, молюсь, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дав вам Духа при мудрості и откровения для познания Его, и просветил очи сердца вашего, очи духовного, чтобы вы понимали, в чему полягает надея на Его покликание, и какое богатство славної спадщины Его для святих, а дальше вообще, и какая безмирна величь могутностей Его в нас, что вирует за діянням превеличної сили Его, якою Він діє у Христі, воскресивши Его змертвий и посадивши правору себе на небеса. Еще раз, и какая безмирна величь Его в нас, что вирует за діянням превеличної, якою Він діяв, діяв у Христі, у нас дія така сама сила, якою Бог діяв у Христі, чтобы Его воскресить из мертвых, якою Він діяв у Христі, воскресивши Его змертвих и посадивши правору себе на небесах, выше от всякого начальства, и влады, и силы, и панувания всякого имени названо не только в этом веке, но и в будущем. Аллилуйя! Вы представляете, возлюблені, в нас есть та сила, вот такая сама сила, якою Бог Отец воскресив Иисуса змертвих. Вона діє у нас. Аллилуйя! Слава Богу! Перечитайте еще раз. Це у меня написано, я думаю, что и у вас написано. Да. Я думаю, что и у вас написано. Аллилуйя! Слава Богу! Так что, да, открывайте Библию и почитайте, это важно, как бы, значит, да, и услышать хорошо, и увидеть, хорошо услышите, но еще лучше увидеть это все. Лучше увидеть. Да. И сами увидите это, значит, в своей Библиях, и закладочку сделайте такую какую-то, значит, там, и, значит, и, ну, вообще дальше, как бы, размышляйте над этим. Да. И я прочту тоже, да, и как безмерно величие могущество Его, 19 стих, 1 глава, 19 стих. И как безмерно величие могущество Его в нас, верующих, и, дамы и господа, братья и сестры, и не только вот в тех верующих вот того поколения. Знаете, некоторые тут же, я уже дискутировал с разными христианами, и некоторые настолько конфессионально как бы так научены, даже странно как-то, что вот ссылаются на вот на кого-то, лишь бы не вот применить это к себе слово. А ведь в действительности Библия-то как раз она, она не просто вчерашняя книга, да, она сейчасшняя книга, она сегодняшняя книга. И она обращена к каждому верующему во все времена, не только конкретно к эфесянам и прочее. И, значит, и верующих, да, в нас верующих, то есть во мне, в верующем человеке, да, вот это безмерное величие могущества Его. По действию державной силы Его написано, да, которые Он воздействовал во Христе. То есть, действительно, да, вот как уже, значит, сказано, уже и повторяемо было не раз, что действительно, что Бог воздействовал, действовал через Христа, и та же сила сегодня в нас верующих. Аллилуйя. Вот даже так подумать, и то даже... А страшно подумать, представляешь? Да, страшно подумать, да. Вот это да. И просто греха этой силой не пользоваться. Да. Для того, чтобы нести Евангелие цему свиту. Да, да, это точно. Аллилуйя. Представьте, да, иметь это, значит, да, и не пользоваться. Ой-ой-ой, да, поэтому и Павел, ты писал, что горе мне, если я не благовествую, да, значит, получается, действительно, тогда, значит, проблема, если имеешь это послание, да, значит, и не провозглашаешь, не проповедуешь его, вот, не проповедуешь это слово, вот так, конечно. Да. Дочитается до конца, да, главу эту? А, дочитается до конца главу? Да. Доброе, 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 ага. Аллилуйя. И дальше начнем, продолжим, потому что тема как раз именно вот эта, благодатью я спасен. Благодатью я спасен, аллилуйя, слава Богу, слава Богу, аллилуйя. Так, якую віддіяв в Христі воскресивши ее з мертвих и посадивши право от себя на небеса. Аминь. То есть церковь это не просто там конфессия, организация, структура какая-то, да, значит, или что-то еще. Это тело Иисуса Христа. Аминь. И где действующая сила. Да. То есть это церковь Иисуса Христа, это не мавзолей. С трупом лежащим. И мы проходим, о, вот какой же был Иисус, как было хорошо вообще-то. Две тысячи лет назад Он такие чудеса творил, о, вот, ну, как бы, да. Дела давно минувших дней, как говорится, да, значит, свежо в предание, довериться с трудом уже, как бы. Но, 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 это не мавзолей, это дом Божий. А где он сам, ну, глава церкви, где он хозяин, это и вся церковь, это его тело. Слава Богу. Так что, так что, брать, если какое слово там, Максим, Алексей, что-то. Да. Ну, у меня есть, вы скажите пока, у меня есть слово, я потом, ну, да, я хотел продолжить про то, что я, ну, что я сказал. А, да, да. Так, и вас, пишет он дальше. Ну, опять-таки, деление на главы, это такое довольно условное. В средние века так продумали. В чем-то удобно, в чем-то и не очень, потому что порой мысль перебивается. Но здесь вот потрясающе так. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и вы все, мы все жили некогда, по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочее». То есть, здесь вот рассказ такой, значит, сказ, что есть действительно чадо гнева. И человек пока он, ну вообще в Писании говорится в Новом Завете, что кто не любит Господа Иисуса Христа, написано «Анафема, Маранафа», то действительно человек находится под действием, ну, проклятия. И он несчастен действительно такой человек, значит, и он чадо гнева, то есть дитё гнева. Так вот, и когда человек, он обращается к Богу, да, принимает Христа как своего личного спасителя Господа, то всё меняется в его судьбе. И вот написано интересно, но опять-таки это не просто наша воля и изъявление, не просто наше это вот старание, а это Божья благодать. Поэтому я вот я заглавил как раз «Благодатью, я спасён». Кстати, вот этот год, 2017, он называется у нас годом реформации, да, потому что со всем христианским миром отмечаем 500-летие, со дня начала Великой Реформации и обновления мирового христианства. Вот, и вот один из этих тезисов, что ли, как бы реформации, одна из идей реформации, как раз именно только благодать. Ну, пять всего этих вот таких, как мы называем, соус, пять только было провозглашаемо во времена реформации. И вот эти пять столетий, они провозглашаются по-прежнему. Только Писание, да, только вера, только благодать, только Христос и только Богу слава. Вот эти пять только. И вот, о благодать его. Бог написано «богатой милостью по своей великой любви». То есть вот почему благодать действует. То, что он любит нас. «Который возлюбил нас, и нас, мёртвых по преступлениям, оживотворил со Христом. Благодатью вы спасены. И воскресил с ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе». Вот, внимание, ваше акцентирую сейчас на этом. Как раз и, собственно, название-то «благодатью я спасён». Потому как есть соблазн такой для верующего, читающего Библию, что отнести это к кому-то ещё. Вот вы спасены, кто вы? Ну, вы ефесяне, вы там кто-то ещё, значит, там ещё. Да, вы христиане, но должно уразуметь, что не просто там кто-то, а я лично спасён. Благодатью я спасён. И воскрешён с ним. И воскресил он меня, да? И посадил на небесах во Христе Иисусе. Вот, знаете ли, вот Мартин Лютер, великий немецкий реформатор, вот, собственно, один из отцов и отец реформации, как раз пять столетий назад, как раз поднимая знамя реформации, он как раз и говорил, примерно так мысль его звучала, что признавать, веровать и признавать, что Иисус Христос – это Господь, Бог, Спаситель наш, наш общий, да? Это, говорит, само по себе не спасительно. Но признавать и веровать, принимать, что Иисус Христос – Он Господь, Бог и Спаситель лично мой, вот это уже говорит, вот это вот спасительно. И вот здесь, поэтому я вот и хочу тоже так как бы, ну, запечатлеть это в памяти, что благодатью не просто вы, не просто мы, не просто кто-то ещё там, не просто какая-то общность людей, а благодатью я спасён и воскрешён с ним. Поэтому, когда мы провозглашаем, что Христос воскрес, то имеем в виду именно то, что в действительности Он воскрес, а с Ним воскресли и мы. И когда Вознесение, допустим, праздник, да, для нас, это не просто событие, ну, вознёсся, вознёсся Иисус, да? Ну, а нам что с того? А для меня, для верующего, как для христианина, действительно, что и я вознесён с Ним в Нём во Христе Иисусе и посадил на небесах, написано, Бог во Христе Иисусе нас. Слава Богу! Вот так вот, дамы и господа, братья и сёстры, аминь. Так что благодатью мы спасены, это не от нас, это Божий дар святой. Потом продолжим ещё, да? Да. Поделиться, конечно, конечно, поделитесь словом. Да, я так, не то, что про это можно долго, ну, проповедовать багато, не подумайте, что я пойду по вершкам, но я хочу так, принципы, основные принципы, ну, так, загострелить увагу на основных принципах, потому что от мы, в прошлый раз мы разговаривали на тему праведности, от мы праведны, да, и мы в этом утверждаемся, что мы праведны, мы праведны праведностью Иисуса Христа, вот, Максим, праведны? Ну, конечно. Праведны праведностью Иисуса Христа. Праведности Иисуса Христа, аминь. Вот, это основа Иисуса Христа, это наша основа, потом праведность. Без чувства праведности, без чувства праведности не можно принять эти дары, эту святую, которую Бог нам через Иисуса Христа, Он пообещал нам, написано, что благословение Авраама через Иисуса Христа наложит нам. И вот без чувства праведности не можно принять ни, допустим, финансовое благословение, ни благословение в здоровье, ни сцелення. Когда человек чувствует, что она неправедна, что она греховна, что она недостойна, она не может принять. И вот мы должны утверждаться и утверждаться в этом все больше и больше, что мы праведны. Вот мы праведны, а как же там, что мы иногда грешим? Вот как бороться с этим? Вот как бороться с этим? Вот деякие, деякие, деякие таки принципы, как освящиваться. Потому что праведность – это величина. Постоянно мы праведность получили при том, как мы родились с горы. Вот. И мы праведны. И мы получили спасение. И мы получили праведность. Потому что без праведности спасение не можно. Мы праведность, как дар. Это Римлянам 5 глава, 17 стих. Дар праведности. Мы дар получили. Праведность, как дар. И мы в этом просто утверждаемся. Утверждаемся, утверждаемся, что мы праведны. И кто, чтобы, как сказать, чтобы дьявол вас не... Ну, надо разрушить деякий, деякий. И вот дьявол будет приходить и там, «Чи вы народженые звери?» «Чи вы не народженые звери?» Сумневые. Да, сумневые. Все это надо, вот эти, вот это разрушать Словом Божьим. Силою Духа Святого и Словом Божьим. Написано, что, кто верит, что Иисус есть Христос, от Бога народженный. Чётко и коротко. Вы верите, что Иисус есть Христос? Аминь. Аминь. Так что вы от Бога народженые. Аминь. Так что не принимайте никаких там, потому что прийдет и скажет, а ты чи народженый? А подлинный Бог сказал. Да, подлинный Бог сказал. А кто от Бога народженный, тот и победит свят. Аминь. 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 Ты слава Божения. Ты закончена работа Иисуса Христа. И вот когда мы осознаем, что закончена работа Иисуса Христа, и это принимаем верой через Слово Божие, и сила этого, которая заходит в нас, она изменяет нас и освящает нас. Где это написано? Два места писания, хотя я сегодня готовился не про это сказать, но просто не можно это сказать, потому что не можно обойти это. 2 Коринфянам 3 глава 18 стих, ну вот 17 стих, Господь и Духа, где Дух Господний, там Свобода. Отличный стих, это вообще, мы люди любим их мест писания. А 18 стих тут еще лучше. Не будем говорить, что лучше, но тут есть большая жемчужина в этом стиху. И все мы, открытым обличчем, как в зеркале, смотря на славу Господню, перетворимся на тот же образ, от славы в славу, как от Господнего Духа. Аминь. Аминь. Давайте разберем потихоньку цей стих. И все мы, открытым обличчем, как в зеркале, от человека, дух, душа и тело. Когда мы посмотрели, какое у нас тело, мы подошли к зеркалу, посмотрели и увидели это. Какая у нас душа, тоже есть свои критерии, душа, духовный рост людини, духовный рост светский, там неправильно сказать, что, допустим, что музыка, камерная музыка влияет в хорошем, позитивном, на душу, на душу. Душа – это воля, интеллект, информация, эмоции. И вот, тоже мы можем узнать, как узнать, який наш дух. Який наш дух. А как? Чтобы узнать, який мы в душі, надо подивиться в зеркало. Зеркало Слова Божого. Слово Божие – это зеркало. Вот, який мы в душі. Раз подивилися в Слово Божие, а там я народженый с горы. И там написано, який мы в душі. Мы имеем любовь, радость, мир, долготерпение, вера, праведность. Який я в душі? Праведный, любящий, радостный. Вот это мы смотрим в зеркало Слова Божие. И мы видим, який мы в душі. И вот, и все мы открытым обличчям, как в зеркале. Вот мы смотрим в зеркало Слова Божие. Дивлячись, как в зеркале, смотря на славу Господню. А тут написано, что мы слава Господня. Мы слава Господня. Мы закинчена работа Иисуса Христа. И когда мы это читаем, верим в это, и принимаем до себя, мы перетворимся на тот же образ, от славы в славу, как от Господнего Духа. Я слава Божия. Я праведность. Я закончена работа Иисуса Христа. И вот, но я еще ими дешевле. Это происходит. Это совсем другая. Это происходит. Я принимаю, что я закончена работа Иисуса Христа. И этим прославляется Бог. И этим прославляется Иисус. И я перетворюсь. От славы в славу. Теперь, теперь, теперь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Так, Якова. Якова, Якова. Да. Якова, сейчас, сейчас. для тех, кто мне не поверил. Для тех, кто не поверил, для тех, кто думал, что я просто взял место Писания и применил неправильно. Вот сейчас мы прочитаем, прочитаем Якова. Так что, открывается Библия ваша. Да. И посмотрите. И, смотрите, первая глава. Первая глава. Так. Послание Якова. Да. Но не пятая глава. Не, не, не. Якова, Якова, первая глава. Первая глава. Ага. Так. Захотів, чтобы Он породил нас словом истины, чтобы нам быть каким-то начатком его творения. Мы – начаток творения Божого. Аллилуйя. Отож, братья мои любимые, каждая человеку не будет скорой на слушание, повильной на слова, повильной на огнив, бо гнів людини не творит правды Божией. Тому, откинувши всякую нечистоту и залишок злоби, злагодненько прийміть насажене слово, яке может спасти ваші души. Аллилуйя. Будьте виконавцями слова, а не только слушачами, яких самих себе обманюй. Бо хто слухає слово і не виконує, то подібний до людин. От, ну, ну, согласитесь, давайте самі собі не будемо брехать і виконувати заповідь і слово Боже, ну, не зовсім легко. Не зовсім легко. Надо себе, ну, усмирять, так сказать. І от, як виконувати, як освящатися, апостол Павел пише, будуть те виконавцями слова, а не тільки слухачами, яких себе обманюють. Бо хто слухає слово і не виконує, то подібний до людини, яка розглядає природні, природні риси свого обличчя у зеркалі. Опять у зеркалі. Опять про зеркало. Вона подивилась на себе, відійшла і одразу забула, яка вона. Ми прийшли, почитали слово Боже. І ми слава Божа. Ми завершена робота Ісуса Христа. Ми посаджені в Ісусі Христі на небесах, в Ефесянах. Ми маємо владу, якою Бог воскресив Ісуса Христа і змер. Одійшли в світ, на базар зайшли, і забули, хто ми. Ну так. А треба не забувати, не забувати. Вона подивилась на себе, відійшла відражу, забула, яка вона. Але хто вникне в закон довершений, оце закон довершений, закон свободи, оце закон свободи в Ісусі Христі. І перебуватиме в ньому, той будучи неслухачем, який забуває, виконавцем діла, блаженний буде в своїй діяльності. Алілуйя. Алілуйя. Слава Богу. Ось библейський путь освячення. Казати, що ти поганий, поганий, не допомагає. Ну так. Говорять так в міру, назови сто раз свиней, на сто раз хрюк. Це за них чоловік. Та даже сто раз не треба. Та, пароль, да. Хтось заводиться з півтори разом. Так, що, слава Богу, от читайте і Слава Боже, і відкровення про праведність, відкровення, хто ми у Христі Ісусі, змінить нас. От як, ага, людина загрішила, загрішила, не будем називати чимось. Як цей гріх повернуть на Христ? Сомнення, дьявол приходить, ти грішний, ти, 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 обвинення, обвинення і так далі. Ти такий, сякий. Так, ти грішний, як, і, ага, тут, не дай Бог, хтось із рідних заболів, треба положити руки, возложити руки на хворих, і вони будуть здорові, а дьявол підходить, ти ж вчора согрішив, да в тебе не вийде, так далі. Ні, 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 ні. Я праведність Божа у Христі Ісусі. І от коли ми говоримо, я праведність Божа у Христі Ісусі, оце діє, оце, я праведність, я слава Божа. Дьявол, ти хочеш обвинять? Обвинення всі на Христі. Там і відчування, там і слава Богу, і легко жить, легко перемагати. Тому що, одне діло, з двома боротися, з двома битися. От у медиціонерів є така система Кадочникова, коли б'ються з двома, так треба одного просто вбивати. Ну, пробачте, я так, я тут саме, коли, щоб остатися один, один на один з ворогом, щоб перемогти його. От, і тому, що з одним лише сражатися, сражатися, чим з двома. І отут, представьте, людина согрішила, людина, можна сказати, істікає кров'ю, людина бореться з дьяволом, і думає, що Бог гнівається, і ще й Бог на каже. Не, просто дьявола треба знати, що Бог за нас, а дьявола просто вбивати. Ну, прогонять. 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 А, кстати, да, ще, обращу внимание. Не може я не... Не, ну, як ілюстрація. ілюстрація. Як ілюстрація, не такий пример, ну, що прийшло на... А враг пытається якраз на Бога стрелки все перевести. Вот он такой, он такой, он всякой, он, значит, он злой, і все, 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 понимаєте? А сатана вроде нипричем десь. Вот это он такой. Внимаєте ли? А нам нужно, на самом деле, поменять мышление, що враг – це план вій, а Бог хороший. Бог завжди за нас. Завжди за нас. Аминь, аминь. Ви нас люби. А, і ще, що, вот эти міста из Писання, да, о зеркале, к сожалению, в традиційному многим, ну, знаете, вот и в протестантских многих церквях я слышал такое, и православные толкователи многие, ну, как бы, это классические уже такие толкователи, к сожалению. Знаете ли, как толкует о зеркале слово, что мы якобы видим в зеркале свои грехи, свои недостатки, да, и с ними поэтому боремся. Понимаете ли, это попытка человека оставить один на один с дьяволом, один на один с грехом, один на один с собой, значит, и понимаете ли, какая борьба, здесь вообще, тогда, значит, человеку просто по рукам бьют, у него руки опустятся, какой он победитель, вот, понимаете ли, потому что, если видеть себя, свои грехи, видеть именно, да, именно вот, через слово Божье, хо, тогда нет праведного ни одного вообще написано, да, и тогда все согрешили и лишены славы Божьей, получается, тогда и лишен славы Божьей, согрешил, и вообще, значит, я никто, и зовут меня никак вообще, вот, но если я смотрю, именно вот, в контексте, да, слова Божьего, именно не вырывая из контекста его, а внимательно прочитывая в контексте, то действительно совсем другое звучание, получается, я смотрю в зеркало слова Божьего, и вижу не просто себя, да, вот, Сергея Журавлева, да, вот такого человека, вот стоит, гомо сапиенс, вижу, да, да, вот это да, значит, оказывается, я вижу славу Божью, вижу Христа, вижу Христа, вижу славу Божью, вот, вот, вот что поразительно вообще, вот что удивительно, вот, и это, действительно, совсем по-другому, ну, как бы, не знаю, святая радость, святая окрыляет, пережить, освобождает, освобождает, славу Богу, это получается, что христианство, тогда уже, ну, наше, другое совсем наше христианство уже, оно качественно, иное христианство совершенно, получается, ты уже, действительно, понимаешь, что Бог за тебя, да, значит, завжди, завжди, Он всегда с тобой, Он всегда, знаете, как вот песня там, Бог благий, Бог всякчас, я как раз там, прошлый раз летом там ходил, как раз, где Майдан, значит, на завлажности, значит, там как раз эта группа какая-то поставила, свои колонки, там гитары всякие, принесли там синтезаторы, что-то барабанчики, значит, и я даже не спросил, с какой они церкви, вообще откуда они, но не важно же, главное славит Бога, молодцы, думаю, ребята, и там они попели как раз, Бог благий, Бог всякчас, мне так запало в сердце прям, здорово, думаю, то есть, значит, что понимание, осознание того, что Бог хороший всегда, и Он за тебя всегда, а враг рода человеческого, это не Бог, да, враг рода человеческого, это сатана, это дьявол, значит, и наша брань не против плоти крови, тем более не против Бога, не против Создателя, наша брань против духов злобы поднебесной, против мироправителей тьмы века сего, отпадших, вот, и, то есть, источник зла в этом как раз, слава Богу, так что, друзья, вот, благодатью я спасен, да, я хочу, что это, любые мои, записания, Иоанна, я уже сказал, Иоанна, кажется, 17.23, этот, Иоанн лет Иоанна, Иоанн лет Иоанна, так, Аллилуйя, 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 так, это же глава, где молитва Иисуса Христа, это же 17, 17, а, первосвященническая молитва, да, да, 17 глава, от Иоанна, да, где он молился за учеников своих, за тех непосредственно, и за всех нас, за всех учеников, кто верит, по слову их написано, да, так, с 22, значит, сразу, плавный переход, сразу, так сказать, это самое, и славу, которую ты дал мне, я дал им, чтобы были единые, как и мы единые, я в них, и ты в мне, Иисус в мне, а в Иисусе, в Иисусе Бог Отец, чтобы они были, ты, свершен в единстве, и чтобы зрозумев, в свет, что ты послал меня, аминь, аминь, а дальше вообще, что ты послал меня, и полюбил их, как полюбил меня, как полюбил меня, аминь, Бог Отец любит меня, как любит Иисуса Христа, не меньше, аллилуйя, я больше верю, потому что написано, чем потому, что я чувствую, потому что я вижу, потому что это Слово Божие, это истина, то, что я вижу, или что я чувствую, это не истина, это истина, это может быть сегодня, дни видят тебя завтра, другие видят тебя, и так далее, а тут написано, так что слава Богу, слава Богу. Опять, фильм я сам не помню, я сам не смотрел полностью фильм, я имею в виду, даже не помню, там название было написано, кстати, но я запомнил сам эпизод, я так мало смотрю, так получается, да и некогда особенно посмотреть фильм какой-то, от начала до конца, допустим, вот, но иногда так где-то бываешь, допустим, да, и вот раз, вижу там уже не сначала явно, вот, ну и как бы и не до конца, потом раз, уходим, допустим, ну а вот этот фрагмент запоминается. И я запомнил фрагмент одного христианского фильма, таким образом, вот, но видно, что фильм далеко не новый, там как бы и актеры такие какие-то, ну и видно, что, но, но интересно, а может это съемка такая, не знаю, кто, я тоже могу быть не точным. Короче, значит, очень интересная история такая, там, значит, ну-ка, фантастическая такая лента какая-то, я так понимаю, значит, какие-то там инопланетяне, или не знаю, как назвать их там, ну какие-то там, ну плохие особи какие-то, короче, значит, они как бы оккупируют как бы землю, что-ли, значит, и они как бы притворяются людьми, то есть с виду, вроде обычный человек, там ничем не отличаемый, вот, но они оккупацию, как бы по этому сценарию, я так понял, производят так вот, из-под тяжка, тайком, не объявлена такая, гибридная такая война у них такая, вроде как бы нет у них, их там нет, но они там есть, как бы, вот, знаете ли, они там ходят, эти вот, их там нет, эти вот, Значит, и они, значит, и в полицию внедрились уже там уже там и везде, в медицину, везде, вот это да. Значит, а еще по ходу сценария вижу, что там, значит, там показывают там церковь, одну церковь, другую, и они церкви такие закрытые, то есть туда люди не ходят вообще, как бы так, ну вообще люди расцерковленные, я так понял совсем. Значит, и безобразники совершаются по ходу там, значит, и представляете, значит, и там это, какой-то гражданин, он что-то обратил внимание, что-то не так. Он, ну такой, как бы анализировал, люди какие-то все разные, вот, и он стал, ну, понимать, что что-то не так происходит. И вот он оказывается возле, значит, церкви одной, там тоже она закрыта, значит, и какие-то коробки валяются там, с церкви, видимо, вынесенные эти. И он, значит, видит там, раз, видит очки такие, ему понравились очки, хорошие он, раз, и одел такие, знаете, солнечные очки. Вот, и вдруг он обомлел, он, короче, как бы, типа, такие волшебные очки какие-то. Значит, он смотрит, может, осмотрели фильм? Да, смотрели. Как это называется? По-моему, пришельцы. Так есть? Да. Вот, и я вот запомнил этот эпизод, я вот говорю, когда сначала не до конца, я не понимаю, но, но там интересно, одевает очки, и он смотрит, и видит совсем по-другому все. Вот это да. Вот, допустим, обычные люди идут, он смотрит, некоторые обычные люди идут, а другие какие-то такие непонятные вообще, какие-то вообще, страсть какая-то идет такая, вот это да. Значит, и через эти очки он видел все совсем по-другому, реклама такая идет, допустим, он раз очки одевает, совсем другая реклама видит, он видит то, что, не то, что по телевизору там показывают, а сама суть этого послания, а там гадость такая на самом деле. С виду вроде все хорошо, да, значит, там, допустим, там деньги такие там показаны, он смотрит, а на деньгах, с виду обычные деньги, вроде как, доллары, да, а на деньгах написано, я твой бог. И он так, вот, то есть, как бы он увидел настоящую сущность такую, вот, как бы, и знаете ли, вот мы живем тоже, здесь на земле идет такая гибридная война, хотя, опять-таки, для настоящих верующих, конечно, она уже давно объявленная, и мы знаем прекрасно, просто большинство людей убеждены, что войны никакой нет и нету вообще, и врага нету, и вообще, значит, и все нормально. Выживаем сами. На самом деле, война идет очень давно, с самого начала, будем так говорить, она началась даже до нас, вообще-то. Вот, нас еще и в помине не было, вот, когда наши родители, пращуров наших бог создал, Адама и Еву, то он создал ее, эту пару семейную первую, тогда, когда уже эта война уже была в разгаре, будем так говорить. Ну, она поражением противника полным завершена, но враг смертельно раненый, знаете ли, бывает очень опасный. И вот, значит, и рана смертельна была у него, но он опасный по-прежнему, этот враг. Значит, и в чем его, как бы, вот, успех врага? В обмане, во лжи. Вот, и чтобы увидеть все в истинном свете, кто есть кто, кто я есть, что есть окружающий мир, недостаточно изучать всякого рода науки. Опять-таки, погружаясь в разного рода науки, мы можем видеть мир, как бы, да, с разных сторон, конечно же, да, но полную картину, и настоящую картину мы видим только, когда Слово Божье, в зеркале Слово Божьего. И, знаете ли, действительно чудо Божье, когда я смотрю через Слово Божье на себя, я вижу Христа, я вижу Господа, я вижу Славу Божью. Вот, и это, знаете ли, совершенно другая картина. Другое христианство. Другое христианство вообще. Дум захватывает просто. Действительно. Слава Богу. Я понимаю, что вот истина, она освобождает. Освобождает. И в первую очередь от всякого этого бремени, всякого этого, знаете ли, вообще от ненужных каких-то переживаний вообще освобождает. Даёт, высвобождает наши эмоции, нашу душу, нашу жизнь для разумного служения нашего, знаете ли, служения Господу. Вот, значит, уже не из-за какого-то там страха или чего-то ещё, значит, перед наказанием, допустим, да, а по любви. И вот в этом огромнейшая сила, просто, силище просто. Слава Богу. То, что мы знаем, вот вы там зацепили темы инопланетян и так далее, и так далее. В Ватикане была конференция и... Не так давно, кстати. Да, не так. Что, как поступать с инопланетянами, это вообще, это на голову не налазать вообще. Надо отдельный фирмен такой сделать. Я что хочу сказать, что вот Максим сидит, он скромный, он учёный, он строит. Брат учёный, да. Да, 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 литаки строит. Так что, и он, на самом деле, можно сказать, его пинати. Вот, можешь что сказать? Ну, да, ну, рассказать. Ну, да. Опять-таки, недостаточно подготовлен, но уже была возможность. Мы сделаем отдельный эфир на этом. Да, мы сделаем отдельный эфир, но что главное понимать? Что? Что уже давно, довольно-таки давно, готовится такой всемирный заговор. Ага. И людей готовят уже встречи с так называемыми инопланетянами. Ага. То есть, уже достаточно, наверное, уже лет 50 снимаются фильмы про инопланетяна. Да, 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 популярная цена. Да, в сети появляется информация, рассекречиваются документы, и СБУ, и ФСБ, и разные организации, в том числе ФБР, выкладывают в сеть, в открытый доступ информацию о том, что мы не одни в этой вселенной. Да. Первое. Второе, что уже произошел официальный контакт с этими инопланетянами, и то, что мы с ними встретимся, это уже вопрос неизбежный, то есть вопрос времени. 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 Да, да. И что нужно об этих инопланетянах понимать? То есть, важно, очень важный момент, уточни для себя, что кроме Земли жизни другой нет. Сейчас много говорится о том, что вокруг Земли много планет очень разных, а не миров, да, то есть спутники где-то что-то увидели, что копия Земли, копия Земля, на ней там возможна жизнь, что вот мы там проведем исследование. Даже на христианских сайтах. Которые тоже там претендуют на звание спасения, на звание сынов Божьих, народов Божьего. И что Христос, одни говорят, что, кстати, в католицизме это слышится, что именно только на Земле Христос пролил кровь именно за людей, то есть за нашу расу. Это говорит о том, что возможен еще какой-то Христос, который там для инопланетян. Другие же говорят, что Христос это один из таких вот представителей высокой расы, который прилетел на Землю. Инопланетянин. Да, инопланетянин, чтобы спасти людей. И в том числе говорится уже довольно-таки на высоком уровне, что как раз-таки непорочное зачатие Девы Марии, это был процесс, там ее выкрали инопланетяне, и вот ее вернули. И это находит отображение в современной культуре. То есть мы можем увидеть, что многие картины, они уже такие предметы так называемого современного искусства. Они в той или иной степени эту идею очень активно в массы продвигают. Готовится великое заблуждение. Готовится великое заблуждение, цель которого показать, что Христос это не есть Бог, первое. Второе, что Христос это возможно какой-то посланец с небес, иных миров, да, то есть не с небес тех, которые небеса, а с других небес. И то, что когда он придет второй раз, он как раз-таки может прийти в таком вот амплуа, которое ему говорят, что это инопланетянин придет. Вот он принесет спасение в тарелке, да, или там не в тарелке, да, что принесет спасение от болезней, принесет технологии, да, вечную жизнь. Что не надо там, например, умирать уже, какие там 120 лет, сколько надо, столько и оживи в себе. Прошивку периодически меняй, там, да, и все, проблем нет. Апгрейд разучить. Ну, тут тогда получается, и с Христом придут другие инопланетяне, так называемым Христом, нужно уточнить, Антихристом. Ну да, да. Который, кстати говоря, еще интересный момент, приставка «анти» в слове «антихрист», она может обозначать с греческого «вместо Христа». То есть это не только против Христа, но и «вместо». Да. И будет по всей земле глобальное обольщение. То есть бесы, которых будут официально на уровне государства людям предоставлять, представлять, как более высокий народ, наших братьев, в том числе, могут говорить, что это во Христе. Братья по разуму, а не просто по разуму, а верить. Конечно, это братья во Христе, да. Я так думаю, что даже будет на самом высоком уровне в Ватикане проходить конференция, встретить этого Антихриста. И на законодательном уровне всех стран примут так, что вот, значит, кто скажет на них бесы, значит, тюрьма, как минимум. Это осквернение их прав, тут пришли такие высокие существа к нам, не зашли, чтобы вам тут помочь, да. А мы тут, да, мы тут их, короче, еще хаем, они тут нам технологии, да. И по всему миру будут происходить чудеса, будут знамения, будут технологии все. И, получается, они скажут нам, ребята, ваше-то мировоззрение, вообще религии они все устарели, потому что это же мы вам дали христианство. Да, это же мы вам дали буддизм, все корни от вас. И для того, чтобы вам перейти на новый уровень бытия, на новый уровень совершенства, на новый уровень, можно так сказать, бессмертия, новую форму существования, вам нужно отречься от всех вот этих вот религий, потому что это уже архаизм. И вам нужно перестать верить, что там Христос это Бог, это же мы его сделали, вот он, все нормально. И многие люди, в том числе христиане, они просто-напросто под действием общественного мнения, под действием вот этих вот чудес, так называемых знамений, они свою позицию поменяют. И произойдет то, что по всему миру, да, станет единая религия. То есть все это будут видеть, ни для кого это не будет там секретом, все воочию будут этих инопланетян видеть. Так как они ходили вот в этом фильме, когда человек в очках их видит, они будут по улицам ходить. И никто даже не подумает, что это бесы, и это как раз-таки очень сильнейшая атака, когда бесы в плоти. Это будут вежливые, вежливые они, вежливые они. Да, на самом деле это сейчас звучит, да, это звучит как сценарий какого-то фильма, но на самом деле, да. Даже если вы вот смотрите эту передачу и не верите, смеетесь, вы ее даже запомните. Вот когда они приедут, прилетят, да, вот вы вспомните, и очень важно четко понимать, как к этому всему относиться. Прежде всего, ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах нельзя сомневаться в том, что написано в Слове Божьем. А именно о том, что Христос придет второй раз, и это будут все видеть. То есть никаких сомнений нигде не будет. Все поймут однозначно, что это Христос. То есть все это увидят, и надо будет по телевизору говорить, что он где-то там и где-то здесь, да. Второе, нужно понимать, что никаких разумных существ плотских, которые в плоти, Бог нигде не создавал. Кроме Земли. Кроме Земли. Кроме планеты Земля, да, и никакие другие сущности, они не имеют права претендовать на божественную какую-то природу. Это все падшие ангелы, и их цель как раз таки обмануть и запутать людей. Даже избранные. Да, вполне возможно, что они придут и будут...